Комбинируются, и поэтому выяснить причину заболеваний практически невозможно. Существует более 100 симптомов, проявлений заболеваний. Это кашель, насморк, понос, запор. Это еще десятки, сотни проявлений, которые мы путаем с болезнью. Мы путаем защиту и болезнь. И эти симптомы постоянно меняются, они комбинируются. Одни приходят, другие уходят. Третьи всплывают. То есть абсолютно невозможно в этом поле выяснить, какой же симптом ведущий. Это база постановки диагнозов. Симптомы группируются. Бронхолевочные, вжелудочные, кишечные. Я вам даже не буду рассказывать. Более 60 синдромов, на которых врачи делают свое, скажем так, умозаключение по диагнозу. И более 100 диагностик. Это диагностики на уровне крови, на уровне магнитных резонансов, на уровне различных других, любых методов. Не бывает плохих диагностик. Каждая диагностика для чего-то нужна. И врач, это тот человек, который должен из 1069 диагнозов, которые существуют в мире, выбрать один, единственный, правильный. И по нему назначить лечение. Это очень, очень сложно. 70% диагнозов в мире ставятся, к сожалению, неправильно. Следующий слайд, пожалуйста. Мы решили уйти немножко назад. Мы решили уйти на 5 лет, на 10, на 15, на 20 до начала болезни. И наше новое направление будет называться процессы, которые протекают в здоровом организме для того, чтобы сохранить его здоровье на долгие годы. Эти процессы мы все с вами знаем. Это процессы ферментизации. Это процессы работы симбиотической флоры. Это процессы передачи нервных импульсов. Это процессы очищения выделительных систем. Это огромное количество процессов, но мы из них будем брать только базовые. И когда мы будем налаживать с вами эти процессы, у нас будет налаживаться здоровье. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, врач это тот человек, который за 15 минут на одного больного должен выбрать единственный верный диагноз. Мы в эту сторону больше не идем. Пусть врачи занимаются своим делом. Мы идем в другую сторону. Нам не нужно 1069 диагнозов. Нам нужна одна универсальная технология здоровья. И она у компании есть. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, человек это уникальная духовно-природная открытая самовосстанавливающая система. Она генетически запрограммирована на долгую жизнь, творческую. И не просто жизнь, а жизнь с позитивным тонусом. Нам просто необходимо создать условия, в которых эта программа может быть реализована. Следующий слайд, пожалуйста. И мы ушли в совершенно другую сторону. У нас есть уникальная нервная система. Вы можете читать, можете не читать, лучше слушайте. Эта нервная система пронизывает все наше тело. Это огромное количество нейронов. Это огромная управляющая система. Это как Windows в компьютере, который знает, все слышит, все архивирует, все запоминает. Который следит за окружающей средой. Который реагирует. Эта система призвана для того, чтобы нами управлять, нами руководить. Мы и есть наша центральная нервная система. Но мы так мало знаем о нашем организме, что мы зачастую убираем эту систему из своих, так сказать, оздоровительных мероприятий. Мы должны вернуть ее назад. Следующий слайд, пожалуйста. Существует огромное количество нейронаук. Нейронауки, которые изучает мозг. Их десятки, их сотни. Это и анатомия, и физиология, нейролингвистика. Это нейробиология. Это психология. Это психиатрия. Что еще хуже, чем психология. То есть это огромное-огромное количество. И вот эти вот науки занимаются только одним. Они изучают способы влияния центральной нервной системы, способы руководства центральной нервной системы нами. Следующий слайд, пожалуйста. Наш мозг, это уникальное. Это космическое создание. Ну, непонятно, кто его создал, но программно обеспечивающая возможность нашей жизни. Следующий слайд, пожалуйста. И поэтому мы уходим туда. Мы уходим в психосоматику. Мы никогда не будем заниматься эзотерикой. Я не эзотерик. Я биолог. Я врач. Я педагог. Я доктор педагогических наук. И вы не услышите от меня никогда ни одного эзотерического слова. Я говорю только то, что я знаю, что я понимаю, с чем согласны миллионы врачей, ученых. И поэтому у нас нету, скажем так, пути в сторону эзотерики. А эзотерика очень притягательна. Психология притягательна. Конечно, можно сказать, что колено болит из-за того, что ты не преклонил его. Конечно, можно сказать, что грудь болит из-за того, что детей не можешь отпустить. Конечно, можно сказать, что репродуктивные органы пропадают из-за каких-то причин отношений. Но это все бездоказательно. Это все пока только интуиция. Это все пока только догадки. У всех великих психологов. Поэтому нам надо удержаться в русле настоящей психосоматической концепции. Этот термин принятый в медицине, и он говорит только о роли психических и эмоциональных факторов в процессе течения и развития заболеваний тела, то есть соматических заболеваний. Вот это очень важно. Следующий слайд, пожалуйста. Все в жизни психосоматика. Абсолютно все в жизни психосоматика. Ситуация, реакция мозга, нейромедиаторы, гормоны, эмоции, реакция тканей, повреждения органов и болезни органов. Сейчас психосоматическая основа уже поддерживается ведущими учеными, и огромное количество самых страшных заболеваний названы конкретно психосоматическими. Следующий слайд, пожалуйста. Обратите внимание, нейродермит, сахарный диабет, язвенная болезнь, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, ишемическая болезнь сердца, язвенный неспецифический калиб, эссенциальная артериальная гипертензия. Учеными это названо психосоматическими заболеваниями. Когда Леонид Августович много-много лет назад прислал мне по электронке книгу Бахман Гелинджа, я еще не знала, кто такой Бахман Гелиндж. Вы мне прислали ее в рукописных изданиях и сказали, Оля, посмотри, наверное, тебе это понравится. Когда Бахман Гелиндж написал, он уже не живет, он уже в лучшем из миров, он написал, вы не больны, у вас жажда. Я была потрясена. Что потрясена, это даже мало сказано. Я просто получила какой-то невероятный импульс к соразвитию. А сейчас я могу точно сказать, вы не больны. Дети не больны, у них страх, они боятся. Женщины не больны, они обижены. Мужчины не больны, у них ответственность, они борются за жизнь, они агрессируют, они ищут свое место под солнцем. Пожилые люди не больны, они боятся смерти. То есть наши эмоции, наши глубинные эмоции всегда найдут выражение в теле. И это будет гипертония, инфаркт, инсульт, тромбоз. Это будут различные заболевания, потому что каждая эмоция, она не просто так, она вызывается нейромедиаторами. Она вызывается нейромедиаторами и вызывает атаку нейромедиаторов. И эти нейромедиаторы являются, собственно, нашей жизнью. Следующий слайд, пожалуйста. Вы можете читать, можете слушать. В последнее время в науках намечается совершенно потрясающая история. Мы заново переосмысливаем анатомию. Сердце признано органом, в котором обнаружена центральная нервная система. Она полуавтономная, но она есть. Сердце вырабатывает гормоны. Сердце вырабатывает гормон страха, который называется адреналин. Сердце вырабатывает гормон любви, который называется окситоцин. Сердце имеет память, оно запоминает все события, оно запоминает все уколы, оно запоминает все боли, оно запоминает все, что происходило с человеком за всю его жизнь. Это совершенно невероятная история. И поэтому мы начали на территории Кораллова клуба уникальный проект. Он получил старт в Краснодаре, в Ростове-на-Дону, в Аугсбурге, в Валерии Соломко-Никулина. И в Нижнем Новгороде, сейчас он начался в Петербурге. Проект называется «Помоги своему сердцу». Я буду поддерживать этот проект на территории всего Кораллова клуба, во всех странах. И мы будем давать людям возможность посмотреть, как работает сердце. Представьте себе, этот маленький орган должен сократиться за нашу жизнь 3,5 миллиарда раз. Эти 3,5 миллиарда раз сила сокращения сердца равна силу нажатия на теннисный мячик. Оно не может ни на одну секунду остановиться. Оно, попробуйте вытяните руку и сократите хотя бы 500 раз. Рука отвалится. Поэтому мы будем говорить не о сердечных сосудах, мы будем говорить о той силе, о силе минералов, о силе коэнзимов, о силе витаминов, которые могут дать сердцу этот резерв биться долго. Поэтому проект «Здоровое сердце» придет к вам, если вы этого захотите. То есть это очень интересное направление. Мы получили уникальные результаты, с которыми я однознаю руководство Кораллового клуба. То есть мы уже получили результаты по действию нашего продукта. Мгновенно действует Пентакан. Через 15-20 минут действует Коралл Магний. Мгновенно почти действует Таурин. То есть мы видим это аппаратным способом. Мы видим это доказательной технологической линейкой. То есть это просто невероятно мотивирует. Следующий слайд, пожалуйста. Но этого мало. Обнаружили еще один мозг. Абсолютно автономный. Это мозг кишечника. Этот мозг кишечника, в котором вырабатывается 50% волшебной молекулы мотивации. 95% волшебной молекулы радости и счастья серотонина. И от состояния кишечника зависит практически жизнь человека. Потому что так мы запрограммированы в далеком прошлом, что счастье наступало только тогда, когда человек поел. Все остальное наша кора головного мозга уже получила в процессе длительной жизни. Это и карьера, это и бизнес, это и отношения. А сначала человек был устроен проще. То есть счастье это было корм, это была, так сказать, это была безопасность, это были абсолютно земные рефлексы, которые человек должен был воспроизводить. Поэтому мы слишком далеко ушли в сторону от кишечника, и нам надо вернуться. Теперь абсолютно понятно, зачем чистить кишечник. И абсолютно понятно то состояние после коловады, которое мы наблюдаем уже в течение 15 лет. И состояние вот этой эйфории, энергии, это именно то, что является выработкой гормонов. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. Объективное проявление наших психологических реакций. Все проявляется на теле. На тепловизоре мы видим. Мы видим каждую эмоцию. Мы можем сказать, что это за эмоция. Мы можем изменить это состояние. То есть мы не видим у друг друга эти поля. Наше зрение не обладает, но мы считываем эти поля. Мы работаем с этими полями. Мы общаемся этими полями. И среди нас огромное количество людей с разными полями. И когда собирается такой огромный зал, то наши с вами энергетики перекрещиваются. И надо, чтобы они перекрещивались только в позитивном тонусе. Следующий слайд, пожалуйста. Существует химия жизни, которую нельзя отрицать. Когда я задаю себе вопрос, а в чем же единство души и тела, у меня сразу всплывает химический уровень. Потому что все наши эмоции, радость, страх, вдохновение, все наши болезни, аутизм, расстройство нервной системы, депрессии, они все имеют под собой химическую основу, то есть проявляются в химическом мире. Это не только эмоции, пролетела и ушла. В теле остаются глубокие раны на всю жизнь. Следующий слайд, пожалуйста. И мы должны понимать, что органы, которые выделяют эти нейромедиаторы, это сердце, это кишечник, это надпочечники, это миндалины в головном мозге, лимбическая система. Это только еще новая страница, которую мы с вами должны перевернуть. Я уже последний год занимаюсь этим. Я досконально изучила все, что было в доступе по гормонам, и я разобралась, как это действует. И мне абсолютно не терпится поделиться с вами этими знаниями, потому что у вас возникнет другой взгляд на свои эмоции, на свою жизнь. И вы сможете что-то изменить, вы сможете чем-то управлять. И все вместе мы сможем управлять позитивными реакциями, которые так необходимы нашему миру. Следующий слайд, пожалуйста. Мы живем в двух видах стресса. Первый стресс положительный, и он называется эустресс. Он обязательно нужен. Второй стресс отрицательный, он называется дистресс. И это тоже обязательно нужно. И когда наш организм реагирует, а он реагирует на все. Он реагирует на экологию, на психологию, на социологию. Он реагирует на отношения, он реагирует на работу. Он реагирует на взаимодействие с людьми. Мы обязательно должны понимать, в какую сторону мы идем, в каком уровне стресса мы находимся. Следующий слайд. И когда мы будем с этим работать, выход должен быть один. Должно улучшаться настроение. То есть я настаиваю на том, что жизнь биологическая, качественная, энергетическая, возможно только с позитивным жизненным тонусом. Я думаю, вы не будете спорить, потому что нет смысла жить унылую, скучную жизнь, критикуя людей, критикуя этот мир, требуя от мира невозможных каких-то вещей, ничего не прилагая, никаких усилий. Повышенные уровни кортизола, этот гормон называют гормоном жизни, гормоном смерти и печали. Он заставляет нас вставать с утра. И его, так сказать, увеличения могут привести абсолютно непонятные для обычных людей вещи. Например, тренировка с отягощением. Например, диета, на которой мы сидим для того, чтобы сбросить лишний вес, потому что мы себя не любим. А не любим мы себя, потому что мы себя не знаем и боимся. Я присоединяюсь к Платону, который сказал, что рецепт счастья человека — это познай себя и делай свое дело. Я даже к Фрейду присоединяюсь, который сказал, рецепт счастья — это любить и работать. То есть всегда эмоции идут об руку с физическими органами нашего организма. И когда мы познаем эту взаимосвязь, когда мы почувствуем ее на себе, когда мы научимся определять, какой сейчас у нас ведущая, какая у нас ведущая эмоция, мы сразу можем понять, какой орган пропадет в ближайшее время, какой орган начнет просить о помощи и что надо сделать, чтобы ему помочь. Естественно, у нас нет другой помощи, кроме системы питания, потому что урегулировать или уничтожить действие гормонов практически невозможно, потому что это не мы их регулируем, это они нас регулируют. Мы можем только дать им сырье для повторной выработки или для инактивации. И, кстати, коралловая вода является одним из самых лучших средств нейтрализации действия гормонов, потому что щелочные минералы, они так устроены, что они нейтрализуют именно самые острые фазы этих гормонов. Следующий слайд, пожалуйста. У меня сейчас нет задачи, чтобы вы прочитали все то, что там написано. Мы повесим это на сайте компании, смотрите, изучайте. Не один раз, вам придется прочитать это 20, 30, 50 раз, для того, чтобы вы поняли всю глубину там написанного. У кортизола есть плюсы, у кортизола есть минусы. И минусы кортизола заключаются в том, что он разрушает сердце, печень, почки, он разрушает центральную нервную систему, он повышает артериальное давление, он прекращает выработку женских, мужских гормонов, потому что в условиях опасности биологическая система отказывается размножаться. Но когда кортизол идет вверх, то все эти симптомы нарастают. Это гипертония, это ишемические состояния. Но далее наступает еще более серьезная фаза, потому что надпочечники не могут долго вырабатывать эту унивительную молекулу. Это очень сложная история. И тогда наступает истощение коры надпочечников. А это еще хуже, потому что если у напряжения более 100 симптомов, то у истощения более 150 симптомов. И эти симптомы совершенно не связаны с нервной деятельностью. Это фотоотделение, это приступы, это головные боли, это головокружение, это боли в суставах, это различные нарушения гормональных циклов. И ни один человек в мире не может догадаться. Я не могла понять, почему я в течение 40 лет не могла найти эту точку, на которую выйти. Но когда я перечитала наши медицинские справочники, я поняла, что там написано так, что ничего не понятно. То есть вообще ничего не понятно. Нет никакой взаимосвязи между, я не знаю, поносом и адреналином, или еще как-то. И, безусловно, не все болезни от нервов. Есть болезни, которые связаны с глистами, но даже эти болезни могут протекать совершенно по-другому, если организм хочет жить, если он горится, если он в позитивном тонусе, если он накапливает, перерабатывает и излучает энергию. Это совершенно другое состояние. Следующий слайд, пожалуйста. Адреналин. Это уникальный гормон. Без него вообще ничего не произойдет. Я видела бесстрашных людей, бесшабашных, которые могут прыгать с тарзанки вниз головой на 50 метров. И часто это очень кончается летально. У нас огромное количество в мире адреналинщиков. Адреналин является мощнейшей энергией. То есть это энергия, на которой живет сейчас половина мира. И как успокоить этот адреналин? Только системой питания. Только системой инактивации. Потому что словами его не успокоишь. Потому что гормоны это и есть жизнь. То есть их 25, мы знаем. Но их говорят больше 200. Поэтому нам еще только предстоит человечеству открыть вот эти механизмы регуляторного поведения человека в этой среде. Следующий слайд, пожалуйста. И дальше наступает вопрос, а что с этим делать? Безусловно, нервная система реагирует. Вы сейчас видите нейрон на макроувеличение. И когда человек работает, когда человек думает, когда человек говорит, когда человек общается, когда он творит, у нас возникает система памяти. Система памяти это тоже мозг. И взявшись за руки нейроны, оплетаются 300 слоями швановских клеток. И для этого им нужен совершенно определенный запас структурных строительных материалов. Следующий слайд. И кроме питания, кроме системы питания, абсолютно не существует способов изменить это. Почему ребенок, который вскормлен материнским молоком, до 5 лет сохраняет 100% миеллинизацию? Почему эти дети талантливы? Вы смотрите сейчас передачи, в которых дети выступают, и мы потрясены памятью детей, мы потрясены их сообразительностью, их интеллектом. Это потому, что у них есть лицетин. Это лицетиновые дети. И великий медиатор жизни ацетилхолин. То есть вы знаете что-то о продукте. Вот вчера была академия, я слышала, но говорю, ой, я не пойду, потому что я уже все знаю. Я вам открою честно. Даже я не всегда знаю, о чем я буду говорить в следующий раз. Потому что информация приходит ко мне совершенно неожиданно, со всех сторон. И никогда за 18 лет у меня не было ни одного конспекта. И в принципе его невозможно. Потому что все в жизни меняется с такой скоростью, что не нужны никакие записи. Жить нужно сразу на чистовик. А ацетилхолин это вещество молодости. Это гормон молодости. Это нейромедиатор, который в мозгу устраивает свои совершенно уникальные истории. И для того, чтобы он образовывался, ему нужно сырье. Следующий слайд, пожалуйста. А сырье очень простое. Это пищевое сырье. И это пищевое сырье мы получаем из лицетина. Я не знаю, что вы знаете о лицетине. Я о лицетине могу читать 18 часов в специальную академию. Это уникальная пищевая добавка, биологическая добавка, которая в 20 веке признана лучшей биологической добавкой. Потому что она затрагивает самые уникальные механизмы функционирования нашего мозга. И у нас есть лицетин, у нас есть отличный лицетин. Но компания принимает решение взять еще один лицетин. И это будет бомба. Это будет лицетин из подсолнечника. Ну не было необходимости. Но компания понимает важность от лицетин калина. И компания понимает, что лицетинов много не бывает. Поэтому готовьтесь к новому продукту. Это вкусный, это порошковый, это совершенно потрясающий лицетин со вкусом семечек. А вы думали, почему вы семечки любите? А они не чувствуют. Потому что кто-то сою не любит, кто-то еще что-то. Но теперь у вас не будет ни одного шанса, чтобы не пить лицетин. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. Элькарнитин. Без него невозможно производство ацетилхолина. Именно он дает вот эту ацетильную группу, лицетину, который, вступая во взаимодействие, образует этот уникальный нейромедиатор. И у нас элькарнитин, который является одним из лучших в мире. Поэтому, просто так лицетина не хватит, значит, нужен программный подход. Не хватит, не будет витамина В5, не образуется ацетилхолина. Все так, да не так. Кто-то просто пьет лицетин, а нет ацетилхолина. Так вот, чтобы это было, нужны программы, нужны технологии, нужны серьезные научные исследования. И Академия занимается только этим. То есть она старается собрать все эти процессы воедино. Дальше, пожалуйста. Следующий слайд. У меня очень мало времени. Это не Академия. На Академии я могу 10 часов разговаривать. Омега. Ну, это вообще наше все. Мозг жирный. Вы можете себе представить, как пачку масла. И там есть совершенно уникальный маркер. Декоза гипсоэновая кислота. ДГК. Вот все, что здесь написано, написано про ДГК. Повышает нейропластичность, способность мозга образовывать новые связи. Снимает избыточную агрессию. Улучшает краткосрочную память. Улучшает долгосрочную память. Оперативную и харддиск. Снимает стрессы. Снижает риск деменции. 44 миллиона людей в мире находятся в стадии деменции. И через 5-10 лет к ним присоединятся еще 20 миллионов. Прогрессия деменции идет катастрофическими темпами. И если коралловит лук не вмешается, я вообще не знаю, что будет с планетой. И компания берет еще один курс. Она берет новую омега-3 жирную кислоту, в которой повышенный уголь. Повышенное количество декоза гипсоэновой кислоты. ДГК. И это будет новая, абсолютно новая история в истории компании. Потому что нам не нужны пожилые женщины с надувными частями. И нам не нужны глупые мужчины. То есть давайте сохраним жизнь нашим родителям. Давайте сами не будем глупыми и глупыми в свои 80-90-100 лет. Давайте работать с ДГК. Давайте изучать. Давайте нести миру эту информацию. Эта информация стоит того. Огромное количество людей ждут нашей помощи. Но это не просто один какой-то продукт. Это целые программы. То есть нас не догонит уже никто в этом мире. Потому что компания приняла решение разблистироваться. И это дало мне возможность составлять невероятные схемы. У нас впереди такое, что я даже сама себя не представляю. То есть у нас впереди соединительная ткань. У нас впереди лимфосистема. У нас впереди мощнейшая программа сердца. Но начинаем мы с базовой технологии, в которой три шага. И я к ней выйду. Я сейчас это сделаю. То есть вы даже не представляете, что у нас начнется. Потому что озорное количество делающихся в Казахстане сдавалось. Я когда приезжаю в Америку и в Киргензию, у меня просто сердце заходится от того, что я захожу и вижу. В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, В-10, В-12. И мне становится грустно. А потом я понимаю, что никто ничего в этом не понимает. И что никто не сложит то, чтобы оно работало синергически, совместно. Но мы тренировались уже 20 лет. То есть 20 лет я день и ночь. Кто меня знает, знает, что и ночью тоже. Я тренируюсь, я смотрю, я анализирую результаты только для одного. Чтобы вы были уверены. Что вам не надо изучать в глубину все эти непостижимые законы. Что вам надо просто брать и делать. Просто брать и делать. Пить и нести эту информацию по миру. Все это считай, пожалуйста. А дальше еще лучше. Закисленный организм. Кислые люди не смеются. Они даже не хлопают в нужный момент. Это очень важно. Коралловая кальция останется лучшим мировым продуктом. Если даже все продукты уйдут, но останется коралловая вода, это будет то, что мы сможем нести миру. Так начиналось 20 лет назад и так есть сейчас. Это лучший продукт всех времен и народов. Это молоко моря, которое способно держать 80 капель йода и которое является мощнейшим антиокислителем. Поэтому пейте коралловую воду, чтобы все вокруг пили коралловую воду. И эта информация должна дойти до каждого человека. Следующий слайд, пожалуйста. И еще одно. Магний. Что это такое? Это уникальное. От магния зависит во сне переход к краткосрочной памяти в долгосрочную. От магния зависит сокращение сердца, сокращение мышц. И при закислении, при любой деятельности физической, первым из костей уходит магний. Вообще не кальций. То есть то, что мы имеем возможность, тауринат без глицинат, магния пить, это величайшее, в то время как все пьют цитра. Потому что это совершенно форма, форма, это, ну я даже не могу вам сказать, что такое химическая формула, потому что у меня нет на это времени практически. Про магний я могу рассказывать еще 18 часов, потому что это наше все. И остеопороз никогда не лечится кальцием, он лечится только магнием. Я уже про калий вообще не говорю. То есть это минерал номер один в организме, 3700 миллиграмм нужно. Поэтому, и опять же, просто магний не работает, просто лицетин работает меньше, просто ДГК работает немножечко скромнее. И поэтому мы должны были уйти на совершенно другой, на программный путь. Следующий слайд, пожалуйста. Таурин. Я чуть не забыла, волшебная молекула. Обратите внимание, 175 лет изучения таурина. Опубликовано 20 тысяч научных работ, 18 монографий, проведено 25 международных форумов только по таурину. Это действительно волшебная молекула. Он делает все. Он защищает сердце, печень, почки. Он переносит жирные кислоты внутрь клетки. От него зависит жесткость мембраны. Даже врачи не знают, что такое таурин, а мы работаем с ним. Он содержится только в свежих моллюсках. Его практически нет в обычной пище. Японцы за счет таурина живут на 17 лет дольше всего остального человечества. Но когда они переезжают в Мексику, это все заканчивается. У них 17 лет минус. Следующий слайд, пожалуйста. И вот он. Коробочная программа. Здоровый мозг с позитивным тонусом. У меня еще нет коробки. У меня только банки. Но это будет блистерная программа. Там все рассчитано до мелочей. Там рассчитаны дозы. Там рассчитан синергический эффект. Там рассчитаны последние последействия. Там рассчитаны взаимодействия между всеми компонентами. Там ровно столько того, сколько нужно для того, чтобы наконец включить мозги. Для того, чтобы наконец мозг начал работать так, как ему необходимо работать. Вот мы пришли к этому. И теперь мы будем начинать все с психосоматики. Сначала отсекаем психосоматику, а потом восстанавливаем то, что осталось. Я думаю, ничего не останется. Потому что все умеет. Счита, соматика. Все умеет. Реакция на стресс. Реакция на любовь. Реакция на взаимодействие. Реакция на обиду. Реакция на другие эмоции человека. И очень важно, чтобы мы сделали этот первый шаг. Мы всегда начинали с воды. И это было правильно. Потом мы шли к паразитарке. И это тоже было правильно. Но центральная нервная система не получала этого импульса. Встать, жить, работать, хотеть и излучать позитивный тонус. Следующий слайд, пожалуйста. И вот она технология. Универсальная технология здоровья. За которую я отвечаю как врач с 40-летним стажем. Как профессор. Как доктор педагогических наук. Я рекомендую всем входить именно таким образом. Первое. Нормализация психосоматических процессов. Регулирование мозга. Регулирование настроения. Регулирование эмоций. Осознание. Питание. Очищение мозга. Восстановление мозга. Второй шаг. Это очищение организма. Пять выделительных систем. Включая лимфатическую. Здесь у нас огромное количество продуктов. Это и колопада. Это и здоровый кишечник. Это и кораллдетокс. Это и паразитарные программы. Вирусные, бактериальные, любые. Это могут быть программы очищения бронхов. И в любом случае организм скажет вам спасибо. И третий шаг. Это будет следующая бомба. Это будет 47 питательных незаменимых веществ. Которые должен человек с утра выпить. И весь день свободен. Над этим бьется сейчас весь мир. Но они все это упаковывают в одну таблетку. А этого не бывает. Не бывает панацеи. Бывают только комплексы, научный, разумный подход. И поэтому я поздравляю нашу компанию с тем, что впервые за 20 лет мы можем сказать. Мы знаем, как работать со здоровьем. Мы хотим, как сказал Эрик, чтобы наша компания при слове «Коралловый клуб» ассоциировалась со здоровым образом жизни. Мы хотим, чтобы в мире было больше позитивных, активных, энергичных, добрых, ответственных людей. Поэтому, заканчивая свой доклад, я вам желаю овладеть своей психосоматикой. Понять, кто вы, что вы. Понять, зачем вы пришли на эту землю. Познать себя. Я вам желаю познать детей, которые вы родили и которым дали путевку в жизнь. Я вам желаю заново познакомиться со своими родителями. Понять корни их проблем. Понять их обиды. И не просто говорить «мама, не обижайся». А давать им то, что снимет химическим, физическим, биологическим путем ее проблемы. Я желаю всей нашей компании превратиться в огромный мощный поток добра, знаний, интеллекта, позитивного тонуса. Я желаю, чтобы наша компания была самая лучшая в ней. Потому что, потому что здесь вы. Потому что не может такое количество огромное умных, грамотных людей быть больными. Поэтому Академия Здоровья всегда с вами. Я благодарю за высокую честь, которая мне оказана обучать эту великую компанию. Я желаю вам счастья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!